Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире три музея, оккупированные Западной Арменией, вошли в финал конкурса Европейский музей 2022 года, Шушинские погромы, вышел в свет первый номер журнала Айдер Сим. Азербайджан – враг цивилизации, вышел в свет новый журнал, представляющий историко-культурное наследие Арцаха. Первые итоги участия Армении в московской встрече формата 3 плюс 2. Альтернативная дорога – это не решение. Храм Солнца обнаружен при незаконных раскопках в оккупированной Западной Армении. Руины Порт-Асара в Западной Армении, Иванский музей и музей Дар Сима вошли в финал конкурса Европейский музей 2022 года, организованного Европейским музейным форумом под Адигой Совета Европы. Порт-Асар, расположенный в Урфе в Западной Армении, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и нулевой точкой истории. Расположен в провинции Халили в 18 километрах от центра города. В Порт-Асаре находятся руины самого старого храма в мире длиной 3 метров и весом 40 тонн, а также различные исторические артефакты. В новом здании музея Вана, построенном в 2019 году на площади 13 тысяч квадратных метров, по современным музейным меркам есть 23 выставочных зала. В Ванском музее представлены предметы старины, монеты и этнографические артефакты, которые проливают свет на народную культуру Вана. Здесь представлены различные орнаменты урардского периода, клинописные камни и так далее. А музей Дер Сима построен в немецком архитектурном стиле. Археологические артефакты содержат в общей сложности 340 палеолитических артефактов, обнаруженных в этом районе. Со второй половины 18 века в результате политики, проводимой Панахханом и его преемниками, в Шуши искусственно увеличилось число мусульман, тюркских и курдских племен. Согласно проведенной Российской империи в 1823 году, переписи населения в городе проживало 8290 человек, из которых армян было 3350, татар – 4670 и курдов – 270. Статья полностью доступна на нашем сайте. Айдер Сима язык, культуру, веру, традиции и обычаи этих народов. Каждый шаг, сделанный для их уничтожения, является частью геноцида. Это его продолжение. Статья полностью доступна на нашем сайте. 14 декабря в Степанакерте в университете имени Мисропа Маштоца прошла пресс-конференция, посвященная выходу в свет журнала «Азербайджан. Враг цивилизации». Глава Центра кавказских исследований Овиг Аванесов сообщил, что идея создания журнала существовала давно. Цель журнала – предоставить миру наглядные факты о том, что Азербайджан действительно является врагом цивилизации. Понятие цивилизации и Азербайджан несовместимы друг с другом. По словам нашего собеседника, следует четко констатировать, что с первых дней войны армянское культурное наследие стало мишенью турецко-азербайджанского террористического тандема. Доказательством это является церковь Казанчатсот в Шуши, которая подверглась нападениям дважды за один день. «Если мы хотим добиться серьезного результата, мы должны говорить обо всем этом каждый день. Стараться не допускать этого законодательно. Журнал будет переведен на несколько языков», подчеркнул Аванесов. После встречи в Москве в формате 3 плюс 2, в котором участвовала Армения, было принято два решения. Министр иностранных дел Турции Мюлут Чавушоглу объявил, что Армения и Турция назначат специальных посланников для обсуждения шагов по нормализации отношений. Страны возобновят чартерные рейсы между Константиноплем и Ереваном. Чавушоглу заявил, что Турция и Баку будут согласовывать шаги по нормализации отношений с Арменией. Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что Армения обратилась к России с просьбой о посредничестве в наложении отношений с Турцией. Это означает, что нормализация армяно-турецких отношений произойдет на условиях договоренностей и интересов Москва, Баку, Анкара. А правительство Армении говорит об урегулировании без предварительных условий и приветствует заявление главы, МИД Турции. Второе важное решение было принято в Степанакерте. В Арцахе будут созданы полицейские силы с широкими функциями и проблемами. Они примут участие в обороне страны, будут охранять специальные объекты и обеспечен безопасность перевозки специальных грузов. Законопроект одобрим парламентской комиссией. Это первые итоги встречи 3 плюс 2 формата в Москве. Республика Армения является суверенной в своих внешнеполитических решениях, но это не означает, что эта политика должна проводиться в ущерб армянскому народу, в том числе правам армян Западной Армении, что будет беспрецедентным. Условия сближения с оккупирующей Турцией должны быть основаны на свободном предварительно обоснованном соглашении с правительством Западной Армении, принимая во внимание территорию оккупированной Западной Армении и геноцид армян, признанной международными организациями. Поэтому правительство Западной Армении предлагает правительству Республики Армения создать все практические условия, которые позволят изучить вопросы, связанные с политикой соседства. Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоям принял сегодня политического директора Федеративной Республики Германия по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиаса Лаутенберга и чрезвычайного и полномочного посла Германии в Армении Виктора Рихтера. Он отметил, что с ноября 2020 года вооруженные силы Азербайджана под угрозой новой войны оказались в Гехаркунике и Сюнике. Помимо того, что нарушение прав человека происходит почти каждый день, азербайджанские вооруженные силы незаконно перекрыли автомобильные дороги Горис-Капан, Капан-Чакатэм в Сюнике. В результате села сталкиваются с изоляцией и гуманитарными проблемами. Альтернативная дорога – это не выход, потому что безопасность людей и права на жизнь не обеспечиваются. Арман Татоям подчеркнул, что они должны покинуть армянские села. И еще ко всему политика враждебности властей Азербайджана по отношению к армянам. Защитник прав человека Республики Армения подробно рассказал об освобождении пленных армян и срочности их возвращения на родину. Во время незаконных раскопок, проведенных в оккупированной армянской провинции Гюмушхане в Западной Армении, случайно было обнаружено сооружение, которое является храмом Солнца, история которого начинается до н.э. с 2000-х годов. Религиозные сооружения языческого периода были одним из первых открытий в Причерноморье. Местные жители хотят, чтобы это историческое сооружение было сохранено и защищено от кладоискателей. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!